Абсолютно. Я верю в науку. Это наука. Слушайте, а вы думаете... А кто у нас воду заряжал еще? Аван Владимирович Чумак. Ему тоже верили? Ему тоже верили. Любил его. Это мой большой друг был, да. Я вам хочу сказать, египтяне не идиоты были, когда устанавливали пирамиду. Они почему пирамиды устанавливали по всему Египту? Там же саркофаги, захоронения и тела мумифицировались. То есть даже животные, которые пробегали там случайно, они оставались и мумифицировались. Это целебное свойство, это золотое стечение, это физика. Здесь нет ничего надуманного. И любой физик вам расскажет, что такое пирамида и что такое энергия формы, которая сохраняется. Хорошо. Я, честно говоря... Я сейчас сижу, смеюсь, потому что если раньше золотую пирамиду рекламировал я, то теперь золотую пирамиду рекламируйте вы. Это фото с вами из золотой пирамиды обойдет все издания. А где мои деньги потом получить? Я рекламировал бесплатно. Как с вами быть, я не знаю. Вы даже, так сказать, на благотворительные условия, про бонок, как говорится. Вы знаете, все, кто меня знает, очень хорошо знают, что я очень многие вещи, которые мне нравятся, рекламирую совершенно бесплатно. Потому что человек, который имеет большие деньги, заинтересовать его чем-то очень сложно. А у вас большие деньги? Ну да, очень большие. Ну вот если вам пришлось бы, судьба ваша завернулась бы таким образом, что вам бы пришлось перед общественностью отчитываться о происхождении ваших богатств, что бы вы рассказали? Евгений Александрович, я, вы знаете, человек, считаю себя неглупым. Хотел сказать умным. Давайте я скажу неглупым. И я всегда готов к тому, что меня будут разглядывать на просвет. Что, кстати, происходит сейчас, стоило мне критиковать президента Зеленского. Опять это уже какая-то по счету власть взялась за то, чтобы проверить, а что там Гордон, а что там за ним и так далее. Проверили все. Налоговые дела в порядке. Значит, деятельность вся в порядке. Прослушивают телефоны, наблюдают видео. НСРД открыто, как заявил Андрей Бурдин, открыто по мне НСРД, а болтавским судам. Расшифровать, что такое. Неклассные, естественно, разистные действия. Но я тоже, я давно к этому привык. Я со своих 16 лет на виду. В 16 лет я начал уже публиковаться в самых крупных газетах Украины. А с 18 лет еще до армии в самой крупной газете Советского Союза, «Комсомольской правде». Вы помните, она выходила диражом 22 миллиона экземпров. Ну, это в перестроечные годы. Да, да, да. А я и говорю, в перестроечные годы. Да. В перестроечные годы. Да, да, да. Я говорю, это в 86-й и дальше в 88-й, 89-й. Поэтому я всегда на виду. Я готов к тому, что меня будут изучать. Сейчас, знаете, чем занимаются? Пошли по судам. А что у меня за суды были? И звонят каждому, кто на меня подавал суды, спрашивали, где судья. Звонят. А там все нормально. Там не за что ухватиться. Я вам скажу, что если за всю мою жизнь нашли, за что ухватиться, за то, что я рекламировал медицинский, имеющий все разрешения Минздрава, прибор «Золотая пирамида», то я абсолютно счастливый человек. Что касается происхождения денег, это тоже всем известно. Я об этом часто рассказываю. Я официальный мультимиллионер. Я заработал свои деньги сначала на шоу-бизнесе, затем на недвижимость. То есть деньги от шоу-бизнеса, когда Винплан Тебурбачев издал свой знаменитый закон о кооперации, благодаря которому разрешалось практически все. То есть ты мог заниматься шоу-бизнесом, что я, например, делал. 20 или 30 процентов уходило государство в виде налога, соцстрах и площадка, которая принимала остальные деньги. И 70 процентов делились между теми, кто проводил концерты и теми, кто в них участвовал. Это было благословенное время. Это был конец 80-х, начало 90-х, когда ты абсолютно легально зарабатывал миллионы рублей. Я в 23 года был уже долларом и миллионером. В 23 года. Легально, красиво. Потом эти деньги я вкладывал в недвижимость и все свои затраты, все свои расходы. Я, когда пошел в Киевсовет, я задекларировал все. В 2014 году я, к сожалению, стал депутатом Киевсовета, из которого потом ушел. Но приняли закон о декларировании. И я был самым богатым депутатом Киевсовета, несмотря на то, что там были люди побогаче меня. Но они декларировали комнаты в коммунальных квартирах, а я задекларировал огромное свое состояние. Я об этом нисколько не живею. Мне нравится... Мульчий миллионер, простите, гривню или доллар? Долларом, конечно. Да. Мне нравится... Мне нравится быть легальным человеком. Мне нравится соблюдать закон. Мне нравится, что все мои доходы и расходы видны, прозрачны. Мне нравится, что я не нарушаю законы своей страны. И мне нравится, что после многочисленных проверок мне можно в Украину поставить только рекламу законного медицинского прибыла. Ну что, дорогие друзья, Новый год уже не загорание. Совсем скоро. И поэтому я приготовил для вас подарки, связанные с Новым годом. Вот такая пахучка в автомобиле. Называется пахучий картон. Пахнет еще лучше, чем я. Хотел ее на юбку. Ну и пахнет. Но потом, наверное, это будет в автомобиле лучше. Но, знаете, чтобы перебить навязчивые западные войны, можно повесить и на юбку. Шикарно то, что наше шрино пахнет. Теперь следующий подарок. Давай, Олеси. Это теперь пахучка в прадусе. Так называемые шарные картоны. Это не то, что вы подумали. Это совсем другое. А вот вот шарики с новым картоном. Смотрите. И вот такой шарик тоже. Ну что. Разрываем. Разрываем. Привешиваем на юбку. Помогаем их. Разрываем их. На части. Слышите специально. Привешиваем. Подожди. Конечно, шарик чуть не порвал. Тебя больно? Мне обидно. За то, что больно. Вот, смотрите, шарик. С новым партоном. Аминь. Это целая, что бесконечная площадка. Да. Я не открою. Йдовка. Такой ухо. Здесь где-то в Сентябре. Аминь ясно-шарик. который мы не могли не видеть, не помнить, и сравниваешь с тем, во что это все вылилось и превратилось, ты понимаешь вот эту огромную дистанцию, когда не то, что там атмосфера, это вымученные какие-то репризы кошмарные. Я их даже сидела, записывала, потом плюнула, потому что там нет ни остроумия, ни непринужденности, ни импровизации. И плюс к этому, как будто часто из Нафталина доставаемые артисты номера, и я поймала себя на мысль, что можно эти новогодние огоньки вообще заново-то и не снимать. Записывать этот вот конферанс заранее и подставлять к любым другим. Никто не заметит, что это уже однажды съедено было когда-то, да? И вот это вот, ты понимаешь, как трансформировалось вместе с историей телевидения и страны, вот это вот развлекательное телевидение, которое в свое время действительно было прорывным, действительно полюбилось невероятно зрителям, всем и людям, и вспоминается. Но любая идея, она вот, к сожалению... Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. США и тефлоновый Путин. Путин играет в войну. Можно ли договориться с Кремлем? Запад совершает ошибку, вступив в переговоры с Россией. О кризисе вокруг Украины и попытках предотвратить российское вторжение в эту страну мы говорим с американским экспертом, главой отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леона Морона. В четверг переговорами представителей Евросоюза и России закончились дискуссии представителей США, НАТО и Евросоюза, целью которых было обсуждение так называемых гарантий безопасности, затребованных Кремлем в ответ на призывы отвезти российские войска от границ с Украиной. Кремль хочет не допустить дальнейшего расширения НАТО на восток и сильно ограничить активность Североатлантического Союза в Восточной Европе. Вся серия переговоров закончилась ничем. Намечено их продолжение, но тон комментариев в американской прессе тревожный.